Девушки отдыхают Девушки отдыхают А что сказать по этому поводу? Нехорошо, что ты поссорился с мамой Поэтому, дорогой Вова, срочно иди и извинись перед ней Я даже могу подсказать как Дорогая мама, прости меня за ссору Но рюкзак должен быть нагружен так, чтобы его можно было без напряжения носить целый день Между прочим, мои любоздательные друзья Для взрослого человека оптимальный вес 6 килограммов, не больше А для Вовы я бы уменьшил вес рюкзака как минимум вдвое Так что ни о гречке, ни о других крупах не может быть и речи Итак, с собой берем только сухие, калорийные и долго хранящиеся продукты Сало Мясные и рыбные консервы Сухари Конечно, сухофрукты Безусловно, соль А в качестве аварийного запаса Кусковой сахар и шоколад А вот теперь укладываем снаряжение Самое главное, не забыть нож и компас Ну, без ножа понятно Ни банку консервную не открыть, ни удочку срезать Еще нам нужен моток шнура Очень полезная штука Из него выйдет и тетива для лука И леска для удочки Теперь укладываем в рюкзак Особые водостойкие спички Хорошо их хранить в водонепроницаемом пакете Ну и, наконец, вещь Без которой я не советую отправляться ни в одну, даже самую короткую экспедицию Это аптечка В ней должны быть йод, стриптоцит, аспирин и активированный уголь Йод и стриптоцит для раны и царапин Аспирин на случай внезапной простуды А уголь необходим от расстройства желудка Ну что ж, наши сборы окончены Легкий рюкзак со всем необходимым упакован Можно отправляться в путь А вот пока мы собирались в поход Пришло письмо от Тани Егоровой Дорогой профессор В одной книжке я прочитал, что в Австралии люди пьют океанскую воду Как же так? Ведь вода в океане соленая Танюша, австралийцы ее не пьют Они употребляют самую обычную пресную воду Вот только добывают ее необычным способом Дело в том, что вот здесь На 14 градусах южной широты И 139 градусах восточной долготы В заливе Карпентария Под толщей соленой воды скрыто Настоящее пресное водохранилище Говорят, что если опустить на дно длинную трубу Питьевая вода будет подниматься по ней И бить фонтаном Только представьте Пресный фонтан посреди морского залива Чудеса, скажете вы А вот и нет На самом деле это просто природное явление Не такое уж редкое Возле французского города Кан Пресная вода бьет с глубины 162 метра Но это еще что? В Адриатическом море, возле берегов Хорватии Пресная вода находится аж на 700 метровой глубине Вы не поверите Но в некоторых уголках планеты эти подводные водохранилища Единственные источники пресной воды Откуда же берется питьевая вода среди просторов морей и океанов? Во всем виноваты холодные пресные источники Бьющие на дне морей и океанов Из-за разной плотности и температур Соленая морская и пресная вода из источников не смешиваются Вот и получается подводные питьевые озера посреди морей и океанов Но если такой источник находится не очень глубоко И постоянно пополняется приизрядным количеством пресной воды То пресная вода более легкая, чем соленая Поднимается вверх и образует в морской воде воронки Одна такая воронка диаметром 30 метров Находится посреди Атлантического океана И обозначена на всех морских картах К этому своеобразному колодцу То и дело подходят корабли, чтобы пополнить свои запасы пресной воды Между тем у нас появилось новое важное дело Надо помочь Эдику Баланову В своем письме он пишет Андрей Иванович, расскажите, пожалуйста, кто открыл остров Таити? А где у нас Таити? А вот у нас Таити 17 градусов 40 минут южной широты И 149 градусов 27 минут западной долготы Остров весьма крупный И так получилось, что к его берегам почти одновременно причалили корабли сразу трех экспедиций Самюэля Виллиса, Луи-Антуана де Бугенвиля и Джеймса Кука Но я хочу рассказать вам о Бугенвилле Друзья мои, воспользуемся случаем и отправимся в гости К руководителю первой французской кругосветной экспедиции И не забудьте вежливо поздороваться Граф все-таки Мои любознательные друзья, мы с вами очутились в 1670 году В этом году Бугенвиль приступил к описанию своего трехлетнего путешествия Вот его строки, посвященные Таити Когда мы под всеми парусами направились к берегу Мы увидели пирогу, шедшую с моря к берегу Вскоре она обогнала нас и присоединилась ко множеству других пирог Которые устремились там навстречу со всех берегов острова На одной из пирог, шедшей впереди других, было 12 мужчин Они протягивали нам ветви бананового дерева Их дружелюбие свидетельствовало о том, что в данном случае эти ветви служат ветвью мира Один из них предложил нам принять в подарок поросенка и связку бананов Мы согласились и спустили с корабля веревку, к которой он привязал свой подарок В знак благодарности мы преподнесли ему шапки и носовые платки Откуда же взялось название Таити? Оказывается, это исковерканное местное название острова Оттохейти А между тем славный мореплаватель пишет С восходом солнца перед нами открылись два острова Более южный мы назвали островом Пятидесятницы Так как он был открыт в день этого праздника Второй остров мы увидели на заре, поэтому назвали его островом Авроры Вот так, мои любознательные друзья, были обнаружены два острова из гибридского архипелага А всего за время своего плавания Бугенвиль открыл 13 островов Ого, сколько ему еще писать! Поэтому не будем мешать и тихонько удалимся Память о Луи-Антуане Бугенвилле увековечена на географической карте И не только на ней В его честь названы остров Бугенвиль, пролив Бугенвиль И очень симпатичный южноамериканский цветок Бугенвиллея Кстати, об Америке Друзья, хватайте рюкзаки, мы отправляемся в путешествие Поводом для него послужило письмо Алика Королева из Плеса Между прочим, очень интересное письмо Вот оно Андрей Иванович, почему некоторые земли и города в Америке Названы старыми европейскими именами? Неужели не могли придумать ничего нового? Алик, ты слишком строг к этим людям Но поставь себя на их место Вот ты преодолел полные опасности и путь через океан И оказался в новом свете Неужели бы тебе не захотелось, чтобы об оставленной родине Хоть что-нибудь да напоминал Ну, хоть название Так появились на американском континенте Нью-Йорк В честь уже существующего Йорка И Новый Орлеан В честь Орлеана А иногда названия возникали из-за некоторого внешнего сходства Например, дома на сваях, окруженные водой Напоминали европейцам о Венеции Вот они, недолго думая, и назвали это место Венесуэлой Маленькой Венецией У меня идея Сейчас мы отправимся в одно удивительное место Вот сюда 37 градусов 18 минут северной широты И 113 градусов 3 минуты западной долготы Здесь, в штате Юта, расположен восхитительный уголок Который обязан своим названием сходству с горой Сион Европейцы, первыми увидевшие это диво, в едином порыве воскликнули Да это же не рукотворные храмы, возведенные во славу Божью Просто святая гора Сион в земле обетованной Вот с той поры за этим удивительным местом закрепилось имя Сион Или в английской транскрипции Зайон Вы только взгляните на эти уходящие ввысь отвесные склоны На игру света, на их красно-коричневых камнях Ох, не зря, вот уже более сотни лет он находится под защитой государства Ради его сохранения был организован национальный парк Зайон Здесь, мои любознательные друзья, встречаются три биосистемы Речная, лесная и пустынная Благодаря этому обстоятельству наблюдать местную флору и фауну Истинное наслаждение для любителей природы Говорят, в этих местах не раз видели и калифорнийского льва, и пуму Так что куда благоразумнее любоваться скалами на безопасном расстоянии Например, из Москвы Ну что ж, подведем итоги Сегодня мы выяснили, откуда в морях пресноводные колодцы Вместе с Луи Антуаном Бугенвиллем открыли остров Таити И полюбовались каньоном Зайон Но сколько интересного ждет нас впереди Присылайте, друзья мои, свои вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» Профессору-иноземцу Или оставляйте их на сайте телеканала www.radostmo.ru С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев До скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова